Российский университет дружбы народов Студенческий городок из 12 корпусов общежитий, интернет-кафе, продовольственные магазины, отделение полиции Обучение в университете занимает достаточно длительное время И очень важно, чтобы эти годы прошли без чрезвычайных ситуаций Для обеспечения комплексной безопасности в РУДН функционирует отдел противопожарной профилактики Центр комплексного обеспечения правопорядка Центральная диспетчерская Особое внимание уделяется пожарной безопасности В РУДН создана работающая в круглосуточном режиме Центральная диспетчерская Куда стекается вся информация об обстановке на объектах университета Изображения с камер видеонаблюдения, сигналы пожарной автоматики, данные системы контроля и управления доступом Кроме того, сотрудники дежурных служб поддерживают связь с Центральной диспетчерской по линиям внутренних телефонов Причины возникновения пожаров в учебных заведениях различны Очень часто невнимательность и халатность влекут за собой печальные последствия Но важно понимать, безопасность в университете зависит и от каждого студента Именно поэтому с 2005 года в РУДН ведутся занятия по модуле дисциплины пожарная безопасность в быту Включающие в себя теоретический курс и практические занятия В общежитиях университета существуют определенные правила, которые должны соблюдать все студенты Запрещается курить в зданиях общежитий, оставлять без присмотра включенные электроприборы Которые могут стать причиной возникновения пожара В случае обнаружения у студентов запрещенных приборов Коменданты общежитий имеют право конфисковать потенциальный источник пожара Выселением из общежитий и отчислением из РУДН грозит несоблюдение приказа Об усилении меры ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности в комнатах общежития РУДН Таким же наказанием грозит несоблюдение приказа об ужесточении наказания лиц Виновных в самовольном отключении АПС в комнатах общежитий Существует целый ряд приказов о запрете курения Студентам придется отказаться от кальянов и курения табака в зданиях университета Следует соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии Необходимо содержать исправными выключатели и розетки электроснабжения и электрических приборов Запрещается перегружать электросеть Студенты и работники РУДН должны знать, что делать, если все-таки случился пожар в общежитиях и учебных корпусах В университете дважды в год проводятся учебные эвакуации После начала оповещения о возгорании все находящиеся здания должны незамедлительно покинуть помещение При срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации Электромагнитные замки запасных выходов открываются автоматически Проводится быстрая и безопасная эвакуация проживающих В соответствии с приказом ректора во избежание переохлаждения эвакуируемых направляют в соседние здания При срабатывании пожарной автоматики лифты опускаются на первый этаж здания и открывают двери, чтобы находящиеся в них могли также безопасно эвакуироваться Подобные мероприятия не только вырабатывают степень ответственности у студентов, но и готовят их психологически к экстремальным ситуациям А также тренируют сотрудников дежурных служб как университета, так и города Отказ от эвакуации грозит студенту дисциплинарным взысканием, которое впоследствии будет влиять на его поступление в магистратуру, аспирантуру, ординатуру Если в общежитии случился пожар, действуйте спокойно и не паникуйте Быстро возьмите документы и ценные вещи Выходите из здания через ближайшие запасные выходы по лестнице, не пользуйтесь лифтом Если дым проникает в комнату и выйти невозможно, плотно закройте все окна и двери Смочив водой плотную ткань, закройте ею щели в дверях При большом задымлении передвигайтесь максимально близко к полу Еще в школе нас учили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения Но в юном возрасте мы не серьезно относились к таким важным темам Огнетушители – это противопожарные устройства, предназначенные для тушения очагов возгорания с помощью находящегося в них вещества В зависимости от типа они делятся на переносные и передвижные, а по способу приведения в действие – на ручные и самосрабатывающие По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на воздушно-дисперсные, порошковые и углекислотные Огнетушители предназначены для тушения нескольких классов пожаров Все огнетушители, имеющиеся в зданиях РУДН, тушат возгорание электроустановок до 1000 вольт Необходимо внимательно изучить инструкцию по применению огнетушителя Во всех корпусах и зданиях университета есть пожарные краны Каждый студент сможет воспользоваться краном в случае возникновения пожара Пожарный кран состоит из крана, рукава длиной до 20 метров и ствола С пожарным краном должны работать два человека ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все студенты должны знать, как пользоваться ГДЗК, газо-дымозащитным комплектом Его используют при пожарах и задымлениях для защиты человека от воздействия газов и паров Комплект ГДЗК состоит из огнестойкого капюшона со смотровым окном Полумаски с клапаном выдоха, фильтрующей поглощающей коробки, регулируемого оголовья, герметичного пакета и сумки На которой размещена памятка по применению В кармане сумки имеется руководство по эксплуатации Комплект ГДЗК обеспечивает защиту органов дыхания человека, глаз и лица в течение не менее 30 минут При высоких концентрациях основных токсичных продуктов горения Учащиеся и сотрудники Российского университета дружбы народов должны знать номера телефонов, по которым нужно звонить в случае возникновения пожара Итак, если вы звоните со стационарного телефона, наберите 01 Если вы абонент Билайн, наберите 112 После соединения с оператором наберите 1 или 01 Если вы абонент Мегафон, наберите 112 После соединения с оператором наберите 1 или 010 Если вы абонент МТС, наберите 010 Если вы абонент Скайлинк, наберите 01 Все звонки бесплатные Также вы можете позвонить в диспетчерскую РУДН Номера внутренних телефонов 1090 1091 Телефон оперативного дежурного 8 495 544 43 01 В РУДН разработан целый комплекс мероприятий по защите студентов Но все мы знаем, что любые нарушения и халатность могут повлечь многочисленные жертвы Поэтому лица, ответственные за пожарную безопасность, должны относиться к своим обязанностям с особым вниманием Студентов, преподавательский состав и обслуживающий персонал университета к экстремальным ситуациям готовят заранее Учат всему, куда обращаться в первые минуты Как защитить себя и своего товарища Каким образом действовать при эвакуации А самое главное, учат тому, как сделать все возможное, чтобы не создавать экстремальных ситуаций Редактор субтитров А.Семкин